Главные проблемы, которые озвучивают люди на таких встречах, коммунальные. И в отдаленном 46-м лесозаводе их, наверное, больше, чем в других микрорайонах. Одну из проблем обеспечения безопасности жителей деревянных домов удалось решить под Новый год. За средства городского бюджета на 46-м оборудовали пожарный водоем. Это было очень важно для места, где расположена вечно горящая свалка древесных отходов, а также соседствует нефтебаза. Они же в разное время ездят домой. Последняя встреча главы с населением поселка состоялась во время сильных декабрьских снегопадов. Потому первая тема, которую подняли люди – плохая уборка снега. При сильных осадках служба благоустройства вначале чистит центральные магистрали, где пролегают автобусные маршруты. Техники не хватает и окраинам приходится ждать. Мы будем заключать договора с предпринимателями, с предприятиями, чтобы на вот эти дни еще дополнительно брать технику и привлекать ее для расчистки дорог. Говорили и о необходимости капитального ремонта дорог в микрорайоне, особенно центральной на улице Правды. Также здесь давно назрел вопрос об устройстве полноценных тротуаров. Нам нужны дорожки и с ограждением элементарно, потому что мамочки с детьми ходят в больницу по дороге. Больше нету прохода в больницу даже, не говоря уже о детях, которые ходят в школу. Пока в планах улицы Правды на следующий год нет. Значит, если у нас появится такая возможность дополнительно, мы обязательно вас на заметку возьмем. Еще одна проблема – отсутствие в микрорайоне канализации. Люди за свой счет подводят воду в дома, получают возможность стирать и мыться. А вот спускают ее в выгребные ямы, которые не приспособлены для стремительно увеличивающегося объема жидкости. Что касается канализации, у нас разработан проект. Мы заложили на следующий год пока 300 тысяч рублей на экспертизу. С той стороны уже работы начали, там около 2 миллионов рублей уже вложено. И, значит, мы эту работу обязательно продолжим. Общая смета на 15 миллионов рублей. Трудности с общественным транспортом в микрорайоне частично удалось решить. Сбоев графика сейчас нет. После осеннего невыхода на линию нескольких автобусов работу перевозчика тщательно контролирует администрация. Также по просьбам жителей в часы пик на линию выходит автобус большей вместительности. Хотя люди говорят, что и этого не хватает. А вот сделать рейсы чаще, похоже, не удастся. Перевозчик утверждает, что это привезет к его банкротству. График был составлен таким образом, чтобы когда утром, вечером, пиковое время автобусы ходят почаще, днем они пореже. Это просто с точки зрения экономики. И если мы просто его заставим ездить чаще, он у нас просто обанкротится. И вообще эти автобусы уже перестанут тут ходить. И мы будем думать, значит, кого тут искать снова. Говорили на встрече и об отсутствии в микрорайоне интернета. Депутат по округу Татьяна Кручинина заверила, что работы по его проведению начались. Подняли вопрос о пересмотре механизма начисления тарифа за вывоз ЖБО. Жители 46-го хотят, чтобы начисления делались в зависимости от количества прописанных в квартире, а не от квадратных метров, как сейчас. Представитель управляющей компании рассказал, что если собственники жилья поддержат инициативу большинством голосов, сделать это будет реально. Также глава города пообещал, что в мае на Лиминском затоне и Вычигде будут установлены деревянные полоскалки. Это пожелание жители озвучивали и на этой, и на предыдущих встречах.